Сюрприз напоследок от Лин Трейси, завершая свою дипломатическую миссию в Армении, госпожа американский посол в раз слила темы кулуарных переговоров между Ереваном и Вашингтоном. Во многом сенсационных. Может, хоть после этого нового разоблачения Москва наконец избавится от иллюзий верности и надежности своего вассала. Но Абаку с иронией посмеется, кого-кого, а нас точно не удивить способностями армян резво менять сюзеренов и покровителей в зависимости от обстоятельств. Армения, понятное дело, недовольна нынешними отношениями с Россией, и Вашингтон, пользуясь этим, затеял важные переговоры с Ереваном. С таким утверждением выступила практически уже бывший посол США в Армении и кандидат на такой же пост в РФ Лин Трейси. Как призналась дипломат, армяне часто жалуются ей, что не хотят возвращаться в прошлое, коррумпированным лидерам, а хотят видеть более светлое будущее. То, что это непрозрачный намек на Москву, от которой якобы исходит весь беспредел в Армении, свидетельствует продолжение этой цитаты. Вновь затрагивая тему России, думаю, проблема заключается в следующем, и это говорят сами армяне. Они видят, что некоторые их прежние отношения и нынешние отношения с Россией не отвечают сегодня потребностям Армении. По словам Трейси, именно потому Вашингтон и Ереван начали переговоры и сейчас находятся на очень важном этапе относительно того, как мы, американцы, можем помочь Армении, которая, на мой взгляд, продолжает стремиться к более демократическому и безопасному будущему. В общем, уходя, Трейси как бы невзначай раскрыла карты относительно видов США на Южный Кавказ. Причем такие ходы, о которых в политических кругах не принято говорить вслух. Очень может быть, что за такой слив саму Трейси в Вашингтоне поголовки тоже не погладят. Но не исключено и другое. Карты раскрыты намеренно, поскольку переговоры между Ереваном и Вашингтоном уже на стадии завершения, и США рады обнародовать некий политический тизер, дабы нанести ощутимый удар по позициям Москвы. Факт почти исторический. Армения сегодня, если верить Трейси, не просто заигрывает США, а ведет капитальную работу по смене хозяина, политического покровителя, которым теперь, по всей видимости, станет Вашингтон. Не исключено, что на пару с Парижем. То есть речь идет о геополитическом сдвиге в политике Еревана, за которым может последовать все самое хорошее для Москвы, включая вывод российской базы из Армении, передел всех договоренностей и обязательств, как документальных, так и кулуарных, Армении перед РФ. То есть те самые многовековые дружеские связи Еревана и Москвы, о которых годами так часто говорилось в прямом эфире, скорее всего, будут основательно подмочены. Притом так, как еще никогда за последние 30 лет, что в принципе означает ощутимые политические потери России на Южном Кавказе. Понятно ведь, что стоит за заявлением США о большом желании помочь кому-нибудь в деле развития общества и демократии. Все важные перепрошивки политических систем в разных странах с легкой руки Белого дома проходят именно под этими бодрыми слоганами. Вообще-то приметы того, что озвученные Трейси процессы начались не сегодня, отчетливо просматриваются по контексту армяно-американских отношений последнего времени. И недавние демарши Пашиняна на саммите в Ереване, невзирая на присутствие главы РФ Путина и антироссийские демонстрации по всей Армении, явное подтверждение того, что армянский мальчик разбушевался и рвется из зоны контроля Москвы, стремясь напоследок покруче насолить бывшему хозяину. Так что России, пожалуй, и вправду стоит сделать выводы о ценности и надежности армянской дружбы, индекса, так сказать, своего самого крепкого сотрудничества. Все, что можно ждать от Армении, более чем наглядно. Как только на горизонте запахло жареным, и стало ясно, что РФ сейчас не в состоянии удовлетворять запросы армянских друзей, они решили поскорее ускользнуть из-под ее покровительств. Взять хотя бы прежние поставки из России халявного оружия, перепродажей которого промышляли все подряд режимы Кочаряна, Сарксяна, Пашиняна, и на этой коррупционной схеме наживались целые кланы армянской политики. Ныне ввиду войны в Украине, этот казавшийся бездонным поток иссяк, точнее превратился в ручеек, которого Еревану явно маловато. Нет, Россия продолжает помогать Армении в самых разных областях, как никому другому. Это и активная популяризация армянских интересов в медийном пространстве России, и глобальная работа в целых секторах армянской экономики – энергетическом, транспортном. Да что говорить, без российских корпораций в своей стране армяне просто бы не выжили. Газпром, Росатом, РЖД – без инвестиций этих российских гигантов туго бы пришлось этой крошечной и начисто лишенной природных ресурсов республики. Вот за все это хорошее теперь Москве поклон и жирное армянское спасибо. Анализировать откровения Трейси можно из любопытства, не продешевила ли Армения, выгодно ли перепродает российское покровительство Вашингтону. То есть, сколько просит и что получит. Судя по событиям на Южном Кавказе и отношению США к Баку и напротив Еревану, получается, что все же продешевила. Ведь практически ясно, что Вашингтон уже не упоминает о каком-либо статусе армянского этнического населения в Карабахе, а главное, очень даже за исполнение Армении всех обязательств согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Но даже если бы Армения продавалась за дрова, Вашингтон все равно бы учитывал, что на другой чаше весов Азербайджан и его требования к Армении, за выполнением которых бдительно следят весьма заинтересованные в сотрудничестве с Баку такие его партнеры, как Турция, Британия, Израиль. Кроме того, для США на фоне геополитических осложнений с Ираном сейчас гораздо важнее армян хорошее отношение с Баку. И все вышеперечисленное, тот спектр интересов, от которых Вашингтон не откажется ни на йоту, как бы там ни извивался и задешево продавался Ереван. Да еще вопрос, что с Ереваном будет делать Вашингтон, когда такая сделка теоретически состоится, и Армения со всеми ее потрохами окажется в тисках США. Ведь нет никакой уверенности, что завтра Вашингтон, как жестокий очим, не начнет продавливать в отношениях с Ереваном то, о чем вчера даже и не договаривались. Как показывает история, в отношениях с Баку такие игры не проходят, а вот с Арменией, которой просто будет уже не на кого положиться и кому пожаловаться, в силу слабой харизмы ее политики, такие методы неплохо пройдут. И тут могут начать работать уже совсем невероятные для Еревана методы выкручивания рук в угоду интересов. И возникнет ситуация, когда Ереван может перехитрить самого себя, попав в положение «любовь по неволе», Вашингтон амбициями армян даже интересоваться не будет «надо» и «точка». Вряд ли Еревану, предвкушающему американские бонусы, сейчас может привидеться такой апокалиптический сценарий. Но он вполне реален. Ну и главное, на фоне откровенного армянского предательства еще отчетливее видно, кто на Южном Кавказе самый стабильный, надежный, предсказуемый партнер. Азербайджан, в отличие от насквозь лукавого армянства, его закулисных интриг и сплетен, предпочитает говорить и действовать открыто и прямо, а настоящих партнеров и друзей в сложной ситуации не бросает. И это хорошо знают и в Москве, и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Продолжение следует...